Всем привет, друзья! Или лучше сказать, с новым 2020 годом! Да, тролльки я записываю утром 31 числа, и если вы смотрите этот ролик, то почему вы не празднуете? Так как разработчики The Escapist решили нас забить в этом году, и для второй части у нас в этом году нет никакого новогоднего дополнения, что уже говорить о первой части, то мои подписчики, вот они перед вами, решили взять всё в свои маленькие кулачки и сами, самостоятельно, своими руками сделали для нас новое дополнение для первого The Escapist, сразу одно небольшое, но ссылка на это дополнение есть в описании, есть небольшие трудности с установкой, но если вы будете читать внимательно, то вы во всём разберётесь. Ещё раз, вот эти люди, благодаря которым выходит этот сегодняшний ролик, им огромнейшее спасибо, а мы давайте посмотрим, что же они для нас подготовили. Честное слово, запускаю в первый раз это дополнение, хо, вы посмотрите, они даже перерисовали текстурки. Здесь у нас койка, реально, новогодняя койка, наши люди. Это мы эльфы, или просто-напросто новогодние костюмы какие-то на нас? В нашем столике точно такие же предметы. Понятно, то есть, несмотря на то, что это всё-таки новогодняя тюрьма, здесь у нас всё равно смысл остаётся такой же. Мы должны будем отсюда каким-то образом выбраться, и смотрите, ещё новогодние люди идут слева, то есть, получается, и слева у нас есть какие-то новогодние камеры. Блин, это очень круто, есть такие прям элементы декора, и мне очень сильно нравится, как они перерисовали книжную полку, просто посмотрите, это... Блин, я не помню, чтобы у меня такие чувства были от прохождения стандартной новогодней карты. Блин, ну, ребята, вы реально огромные молодцы, вы постарались, отмечаемся на завтраке, и, несмотря на то, что это всё-таки новогодняя карта, они даже еду перерисовали, вау. Было бы классно, если бы они ещё создали какие-то новые задания, ну, ладно, ладно, это всё-таки просто обычные подписчики, такие же люди, как и мы, Никитом с Виргинией, и прям влазить, наверное, в состояние файла игры, они вряд ли смогут. Вот, окей, ребят, я вас пока что здесь оставлю, офицеры на меня, пожалуйста, не орите, слушай, будет забавно, если мы здесь чистящиеся материалы, подожди, этот столик похож на, знаете, мы недавно проходили дополнение, из первого заискеписа, где вот в таких вот кисиках лежали ценные предметы, которые нам потребуются именно для побега. Также здесь у нас терминал с интернетом, и всё-таки у нас рабочая квота, и лестница наверх, и двери открываются сами по себе, окей. Давай пойдём, выполним рабочую квоту, не столько, потому что я хочу... Подожди, а кем мы работаем? Книжная полка, посудомойка, чтооо? Подожди, я не знаю, сколько я играю в The Escapist, нооо... Что это надо, что тут надо делать? Подожди, я ни разу не работал посудомойкой в... Что? Чуваки, я че... У меня просто... Всё уйдёт квергном. Потому что это у нас... Как вы это сделали? Я честно не смогу просто описать свои мысли. Наверное, человек, который первый раз видит The Escapist, скажет, что здесь всё нормально. Но, друзья, анимация готовки, то есть, получается, мы с вами работаем на кухне. То есть, получается, это обычная работа, да? Да, мы работаем на кухне, но вы пас... Как вы это сделали? Как вы, чёрт возьми, это сделали? Анимация готовки еды. Ладно, несмотря на то, что еда готовится как-то самостоятельно в воздухе, будем считать, что это такая небольшая новогодняя магия. Всё, еда готова. Наша рабочая квота выполняется. И вот это, я понимаю, настоящий новогодний подарок от подписчиков. И смотри, с левой стороны карты... Я вижу, какой-то шлагбаун. Интересно, мы сможем как-то поближе подобраться? Здесь причал у нас. Слушай, а для побега из этой тюрьмы нам в случае не потребуется какая-нибудь лодочка? Не знаю, но когда я вижу шлагбаун, это значит, там есть КПП. КПП — это контрольно-пропускной пункт, на который мы можем предъявить документы и таким образом отсюда выбраться. Это у нас просто охранник на вышке. Мне нужен КПП. Если он здесь, конечно же, есть. Возможно, я ошибаюсь. Здесь на стиральной машинке, то есть, получается, как-то в ту зону мы тоже должны попасть. Пока что мы просто изучаем эту тюрьму. Дверь с красным ключом. Тюрьмы здесь как-то вообще ничего не понятно. Очень много открытого пространства. Но также есть места, в которые нам якобы нельзя заходить. Для доступа, в которые нам нужны какие-то непонятные ключи. Также еще очень много лестниц на крышу. Ну, то есть, в нашем случае, скорее всего, вентиляцию. И мы каким-то образом вернулись назад в камеры. Окей, окей. Я пока что... Реально, блин, мне, ребята, мне очень сильно нравится эта карта, потому что я в нее играю. У меня даже такое... О, Настя, не проверяю, черт возьми. У меня такое... Вот просто, чтобы вы понимали мое чувство, все карты в The Escapes, они стандартные и заезженные. И построить что-то реально необычное, это очень сложно. Так что, ребята, вы меня реально удивили. Я играю в эту тюрьму. Чтобы вы понимали, я здесь заблудился. Просто говоря, я здесь смог каким-то образом заблудиться. И мне серьезно это нравится, потому что я, допустим, сейчас не понимаю, где находится наша камера. И вот здесь, по-моему, она. Обалдеть, друзья. Очень прикольное чувство. То есть, так, я человек, который реально все карты в The Escapes знает наизусть. С любой карты я могу сбежать за достаточно быстрое время. А здесь что-то необычное. Ребята, подписчики, вы меня реально очень сильно порадовали. Подготовили для нас реально что-то очень прикольное. Напоминаю, что ссылки на всех этих людей, кто старался над этой картой, вы найдете в описании. Можете им сказать огромное спасибо. Можете их прямо сейчас поздравить с Новым Годом. Но я пока что... Я не хочу избегать отсюда, черт из-за меня. Просто хочу смотреть на проделанную работу. Смотреть на то, как люди здесь старались. Здесь, я так понимаю, какая-то работа. Раз дверика с зеленым ключом. Это нам неинтересно. Мы, в принципе, знаешь, что можем сейчас сделать? Качать интеллект. Да, черт из-за меня. Обычно я эти моменты вырезаю на видео. Но это видео я решил сделать такое... Не то чтобы лайтовое, А просто-напросто снято одним дублем. То есть у меня получится видео такое более душевное и разговорное. Но на самом деле у меня просто нет времени. И я очень сильно хочу спать. Так что, друзья, не обессудьте. У нас сегодня просто так небольшое разговорное видео. Мы сегодня с вами не просто ностальгируем за эскейписи. А мы как будто возвращаемся на... Года 4, может даже 5 назад. Когда я только начинал вести свой канал. И когда я никто даже не знал о монтаже. Все знали только начать запись, закончить запись и закинуть один файл на ютуб. Нет, сейчас все у нас по-другому. На монтажного ролика уходит очень много времени. Да, так что, надеюсь... А, господи, зачем я начал принять свою работу? Я случайно приготовил еду. Миск, мы кушаем из мисок. Я случайно приготовил еду. Но на самом деле я хотел подружиться с нашими эльфами. Или не знаю, просто-напросто это какие-то новогодние заключенные. Которых под Новый год решили переодеть в костюмчик. И здесь у нас есть тальки, есть зажигалка. Пусть меня избивают. На деньги мне, в принципе, все равно. У нас здесь еще очень много еды. Так, знаешь что? Еду мы не теряем. Мы сейчас начинаем с кем-то дружиться. Воруем еду у другого человечка. Да, ни одна еда не пропадет. И, господи, несмотря на то, что я в лазарете, я все равно успеваю с кем-то подружиться. Новогодняя музыка, это, конечно, классный, подожди. Чистящая материала. Я разве раньше мог зайти в это помещение? По-моему, здесь был какой-то ключик. По-моему, даже зеленый. Это очень странно, что теперь я могу сюда зайти. Возможно, нам и другие двери открылись. Слушай, я точно помню, что и здесь ключик был. Это очень странно. Медсестра зовет человечка в лазарете. В принципе, я здесь вижу очень много красных ключей. И лестница наверх. Неплохо было бы посмотреть, что у нас находятся вентиляции. К сожалению, у меня прямо сейчас нет никаких подсказок от создателей этой карты. Я, правда, не понимаю, чего нам здесь ждать. Вот, серьезно. Первый The Escape с Hardcore не тем, что здесь нет карты. И побед может быть в любом месте. То есть, они вполне возможно здесь могли по периметру обложиться железнопитонными блоками. То есть, под копом отсюда не сбежим. А, здесь еще и вода по периметру. Черт возьми. Да, я думаю, побег они здесь реально подготовили. Но, как бы, где вы мне найти какую-нибудь подсказку? Нам придется совершать очень много ошибок. И что-то вы долго здесь деретесь, ребята. О, отлично. Древестина и простынька. Окей, древесину стырим. Забью сейчас второго человечка, у которого у нас ничего нет. Вечерняя перекличка, перекличка пока не начинается. И, черт возьми, здесь металлоискатели. А, блин, они такие разноцветные. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на то, что они такие праздничные, такие новогодние, они все равно сработают на запрещенные предметы. Ну, окей, я уже, в принципе, начал обисковать столько заключенных. Давайте продолжим это идеальное занятие. Своируем немножко зубной пасты. Я и добычу вот эту камеру. Не знаю, какие предметы я планирую здесь найти. Скорее всего, просто какую-нибудь банальную запрещенку. Хотелось бы найти, конечно, красный ключик. Нет, к сожалению, красного ключика мы здесь так просто не найдем. И смотри, я что-то не заметил. Здесь почему-то одна камера находится в изоляции. У меня такое чувство, что это сделано так. Чтобы мы специально забрались в эту камеру. И там у нас есть вентиляция. Нет, да ладно, вентиляция у нас прямо над нами находится. Ошибочка небольшая. Но перед тем, как мы заходим в другую секцию, у нас два менталлоискателя. Черт возьми. Мы просто спалимся два раза перед тем, как... Господи, попадем в свою камеру. Ладно, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, мы не спалимся раньше времени. Воруем еще одну зубную пасту. И погнали. Погнали искать какие-то запрещенные предметы. Правда, не знаю, что. Если мы сейчас ничего ценного не дадем, то у меня план такой. Мы просто-напросто прокачиваем себе интеллект. Да, до хороших таких значений. До 80, чтобы могли искать ключик. Далее, просто-напросто, с помощью нашей работы дружимся с ребятами. Создаем себе небольшую банду. И просто-напросто избиваем офицера с красным... Господи, да ладно, мы обыскали все камеры, мы ничего не нашли. Типа, было бы классно, если бы мы нашли хотя бы... Одну клейкую ленту. Нет, нифига, вообще ничего. И меня избивают. В принципе, у нас деньги-то имеются. Ладно, пусть нас избивают. По пути мы давай немножко покачаем интеллект. За компьютером. Как раз здесь стол есть, а здесь терминал интернета. Отлично, отлично. Покачаем интернет... Покачаем интернет, покачаем себе интеллект. И, ребят, если вы до сих пор смотрите это, если вы такие... Фу, без монтажа. Дима, да мы не будем тебя смотреть. Короче, если вы до сих пор меня слышите, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот просто лично мне кажется, что этот ролик без монтажа... Получается, реально... Окей. Нас закрыли. Нас закрыли. Несмотря на то, что Новый год буквально через пару часов, без фейлов не обходится. Нас никто не щадит. Очень сильно не хотелось бы фейлиться. Очень сильно не хотелось бы умирать. Нас так избили, по-моему, три раза. И денежки-то капают. Сейчас мы за смерть опять отдадим. Четыре доллара. Ай-яй-яй-яй. Вообще не круто. Вообще не круто. Единственный плюс в том, что начинается изоляция. Да ладно. То есть, я почему-то думал, что все будет намного прикольней. Но то, что у нас начинается изоляция... Ха, окей. Ах, сейчас будет небольшая рубрика экспериментов за эскеписи. Я, правда, не знаю, что сейчас произойдет. По-моему, когда вот это время заканчивается... Офицеры, я здесь, офицеры. Офицеры. Господи. По-моему, когда время заканчивается на изоляцию, на подмогу, мы после этого просто-просто филимся. Если мы проснемся в карцере, то, в принципе, меня этот расклад событий устраивает. Просто-напросто мы сейчас качаем интеллект. Качаем его очень много. В принципе, не устаём. Так, офицер, заметь мне, пожалуйста, офицер. Фух, всё вроде бы хорошо. Так, интеллекта у нас 60. Для крафта слепка, по-моему, достаточно. Но у нас идёт уже пятый день. Да, мы несколько дней пролежали в изоляторе, если вы не знали. И это вам... Это вам не лайтовый! Второй заискипс, где ты можешь просто-напросто почистить картошку. Здесь тебя бросают в сырую камеру на несколько дней. Где у тебя падают характеристики? Хотя, подождите, они не сильно-таки упали. То есть, получается, за пять дней наши характеристики упали всего лишь на 7 дней. Что-то это очень мало. Очень мало, на самом деле. Давай пойдём так. Попик, у кого сегодня проверяют. В принципе, все вещи, если у меня и были запрещенные в нашей камере, то их забрали. И давай будем метить вот в это место. Или налево. Чё, у меня здесь только много красных дверей. Что просто я очень сильно хочу себя скрабить красный ключик. Очень сильно хочу. В принципе, нет ничего сложного. Если только мы найдём библиотеку. Я же только что качал интеллект. Меня же только что там поймали. Почему я не могу найти это помещение ещё один раз? Вот это мне нравится. То есть, в таких мелочах и кроется первый заискипс. Наверное, из-за этого вы его любите. Потому что мне так кажется, что всё уже заезжено. Что я каждый раз прохожу одну и ту же карту. А новый зритель, или просто вы, наверное, уже отвыкли от первого заискипс. Вы, наверное, сейчас испытываете то же самое, что испытываю я. То есть, это реально что-то новенькое. Что-то необычное. И я даже просто-напросто здесь теряюсь от изобилия и всего. Возможно, это новые текстурки. Возможно, это наши и так красные персонажи влияют на нас. Но действительно, мне, чёрт возьми, очень сильно нравится эта карта. И... Чернила. Слушай, для побега... Да, вряд ли они, наверное, потребуются для побега. Я сначала думал, что для открытия этого шлагбаума нам потребуются бумаги подписанные. Но для них потребуются нам перо, которого у нас всё равно нету. И ID-карта, которую мы тоже хрен где достанем. Так что я думаю... Нафиг эту идею! Не будем открывать этот шлагбаум. Точнее, я очень сильно хочу надеяться, что они не додумывались до этого. Что они не додумывались, что я додумываюсь в открыть шлагбаум. Надеюсь, обойдёмся без этого. Надеюсь, обойдёмся без шлагбаума. Просто-напросто выполняем работу. Блин, мне, серьёзно, это... Я надеюсь, этот ролик вам понравится. Потому что я серьёзно... Вот в этом вся ностальгия. Ностальгия в роликах без монтажа. Я бы ещё хотел, наверное, записать... Кот, давайте так. Если этот ролик вам понравится без монтажа, то есть первый заискепис без монтажа, а второй заискепис, наверное, снимать без монтажа не будет. Потому что в нём не будет такого шарма, как сказать. Такого прикола. В общем, надеюсь, вы мне понимаете. Если вам понравится, как я играю в первый заискепис без монтажа, если вам понравится эта вся атмосфера игры, Реально, в ролике без монтажа Чувствуется атмосфера То есть я реально, вот на самом деле Только на 16 минутой записи Вспомнил, как я много лет назад Вот так вот просто садился Запускал первый The Escapist И просто-напросто снимал Обалдеть, вот это я понимаю Ностальгия, конечно то, что мы снимаем Первый The Escapist, конечно то, что мы иногда Возвращаемся, это все прикольно Но там есть монтаж, там все так динамично и так далее А вот такие прикольные Ролики без монтажа Мне кажется, это очень классно Ник, привет братишка Будем дружиться с тобой Но, ух, я на секундочку подумал Что наша еда не прибавляет уважения Прибавляет она по 9 уважения Что очень много Эрвин, господи, надо только не забыть Ребят, с которыми я дружусь Эрвин и по-моему Ник Я уже начинаю их забывать Придется вкалывать, да? Придется вкалывать парочку дней Надо дружиться с ребятами И надо докачать интеллект По-моему, я вот путаюсь Постоянно между первым и вторым За эскейпесом По-моему, для того, чтобы скрафтить слепок Нам потребуется либо 60, либо 70 А для ключа, либо 70, либо 80 Так что Самое главное на данный момент Это скрафтить Слепок Хотя подожди По-моему, в камере мы Ну, в смысле, в камерах мы уже находили зажигалку Гребень найти тоже без проблем можно Поэтому мы сможем скрафтить сам ключик Значит, давай Было бы хорошо прокачать сразу 80 интеллекта Даже больше 80, чтобы, знаешь, хватило прямо до конца игры И очень важно Отметься на перекличке Ну, я так не хочу туда идти Мне так лень Ну, чё я там забыл? Чё вам надо, офицеры? Вы же мне ничего новенького не скажете? И задание у вас, конечно же, колода карт По-моему, мы находили её уже Отлич Джамаля в душе Можно попробовать, но почему-то В последнее время даже на стандартных картах В The Escape is У нас задание отлить кого-то в душе Или просто-напросто отлить кого-то на перекличке Просто-напросто кого-то лечь Эти задания постоянно какие-то багованные Я не знаю, с чем это связано Но я нападаю на офицеров во время душа Когда у нас есть задание отлить кого-то в душе И это задание просто-напросто не выполняется Нас избивают И, конечно же, ничего хорошего из этого не следует Кстати, у нас уже 75 интеллекта Качаем до 80 примерно одного-двух Мы должны прямо сейчас додружиться с ребятами И, в принципе, на этой карте есть снайпера То есть вряд ли у нас получится При помощи моих двух бравых ребят Двух бравых побегеров Заполучить красный ключ Кстати, я не стал в этом ролике В этом побеге халявить И я, кстати, понятия не имею У кого хранится красный ключик Я это сделал не то, чтобы специально Просто-напросто забыл Друзья, я еще не спал Новый год через... сейчас... без 20, 10 Новый год у нас совсем... Что я... господи, друзья! Я сплю! Серьезно, я сплю! Напоминаю, что... Ролик этот вышел только благодаря вот этим людям Ссылки на которых есть в описании Ребят, если бы не вы, серьезно Ролик по обычной карте я бы записывать сегодня не стал Сегодня надо все-таки отдыхать Сегодня все-таки Новый год И... да, Джамаль У нас есть задание для тебя вроде как И задание плюс еда Будет равняться очень большущему уровню Уровню Уважения Эрвин, по-моему, с тобой... Вот, Ник и Эрвин Держите еще порцию еды Господи, Харедраса Ник, держи еду Сколько? 88, то, что надо В конце... в конце Ужина мы еще с ним подружимся А сейчас я предлагаю найти Какого-то еще человечка С которым я вроде как дружился Здесь был какой-то зелененький ник Во-во-во! Они с Эрвином подрались Так, Эрвин, ты держи еду 81, теперь мы тебя тоже можем взять в банду 90 И давай последнюю Оливьюшку 99 Я, короче, это буду называть Оливье Хм, это реально похоже на Оливье Не знаю, почему я раньше не обдумался Хм, это просто-напросто реально Салат Оливье Давай его сюда Давай ты тоже сюда Все, то есть получается Последний заходик Последняя готовая еда И... А, господи, это и называется Оливье Почему я раньше не заметил? Ладно, я подумал, что я такой умный догадался То, что это Оливье Но нифига, ребята меня опередили немножко Время на упражнение Фиг знает, как пройти в эту область Да не орите на меня, офицеры Так, надеюсь, нам дерутся не наши люди Тхе Конечно же наши Конечно же наши люди нам дерутся Так, Ник меня уважает Эрвин меня уважает Ребята за мной И нашего друга избили Господи, братишка, ты меня уважаешь Пока ты валяешь Не могу посмотреть на сколько Но нам надо в душ Пойдем, никого томить не будем Сразу отметимся в душе Тот человек все равно сюда приближет И больше нас никто вроде как не уважает Так, братишка У меня Мне тебя поставили Действия Я дарю тебе сейчас три Оливьюшки Зачем ты встал на него? Зачем мы встали друг на друга? Так у меня вообще-то был знание Отличь кого-то в душа Джамале Но за 26 долларов Я передумал этим заниматься Также я могу купить фольгу Майка Возможно не так прочитал Ник Но Вы все равно ничего не узнаете И Тарик Тарик у нас вроде бы есть в камере Ну что вы стоите друг на друге, а? Ладно, я точно уверен Что красного ключа здесь нету Джеймс Тобис Господи Короче у этих людей точно нету Красного ключа Надо их запомнить Случайней их случайней Что сейчас произошло? Я подумал, что я уже прошел через металлоискатель Я подумал, что он не сработал Потом я прошел через настоящий металлоискатель И даже испугался от того, что происходит Мы собираем нашу банду У нас уже три человека в команде Это должно вполне хватить Если мы будем кого-то избивать прямо Фух На самом деле сейчас был очень опасный Потому что я обыскивал столько чего-ка Который прямо около нас прошел Очень стремно Как это оставляем здесь Оставляем у себя только тальк и зубную пасту Предметы, которые нам потребуются для кратства самого ключа Так офицеры Тебя мы уже не успеем избить в этом году Снизу у нас Так я понимаю, тоже никого нету У нас вроде как уже перекличка будет через один час О! Как это никого нету? Джамале Не знаю, будет ли у тебя что-то цены Но во всяком случае у тебя будет какой-нибудь Ключ от камеры Нет, у тебя есть форма офицера и дубинка Это достаточно неплохо Дубинку сразу дарю людям А вот форма офицера, пожалуй, оставлю себе В принципе, для побега пригодится Так, ребята, вы пока там регенти хпс О, идет, идет, идет А что вы от меня отвернулись так быстро? Ребята Эй! Новый год, а вы просто-напросто Эм Окей Я не знаю, что происходит Я не знаю, черные, что происходит Они просто-напросто решили Они не пойтили день в жопу А не пойти ли ему в жопу и... А он даже на перекличке не пойдет Я понимаю, да? Ха, прикольно Посмотрим, что ты будешь делать Когда ты не отменишься на перекличке И смотри, кажется, вся моя команда просто-напросто залагала Здесь никого нету Ха Это реально очень странно О! А, нет, это не они Очень странно Давайте на такой странной ноте будем заканчивать этот ролик Если вам понравится такой формат без монтажа То отреагируйте на это как-то в комментариях Если вам понравится, то я только за Единственное, что только Я не знаю, что меня беспокоит Это только мой голос Потому что я не привык Так долго без пауз Разговорять с микрофон В общем-то, если вам понравился этот ролик Если вы проникились новогодней атмосферой То пишите об этом в комментариях Друзья, я вас поздравляю с Новым Годом Желаю вам в Новом Году Всего самого-самого Интересного, ценного Побольше вам побегов в Новом Году На этом у меня все Это был последний ролик в 2019 году В 2020 году у нас будет больше всего интересненького Я не буду от вас на так долго пропадать Если вы все-таки смотрите до этого момента То вам небольшой спойлер У нас вышла Не вышла Выходит в скором будущем Игра от разработчиков The Escapist И я совсем скоро Сниму про нее Небольшой ролик Это такой будет разбор трейлера Друзья, еще раз Всех поздравляю с Новым Годом Я очень вас ценю Очень вас люблю Всех прям Целую Удачи вам И увидимся уже в 2020 году Всем пока, друзья